Прошла неделя с момента, как новый директор хоккейного клуба «Адмирал» вступил в должность. Алексей Анн в прямом эфире на радио «Лема» рассказал о том, что удалось сделать за 7 дней и что предстоит. Одна из первоначальных задач – вернуть «Адмирал» в КХЛ. Я думаю, что когда руководство края и руководство КХЛ сказало, что мы включены, я думаю, что, наверное, уже обратной дороги не будет. Но сейчас слова нужно закрепить официальным документом и получить лицензию, отметил Алексей. Следующий этап – решить, кто в новом сезоне наденет хоккейный свитер «Моряков». Агенты уже предлагают кандидатуры. Давайте вначале войдем официально, а потом будем решать, кого брать, кого не брать. Конечно, мы будем стараться сэкономить деньги клубные. Почему? Потому что взять звезду, которая сидела на скамейке или травму получила, типа травму получила, и отдыхает. Но это не наш вариант. У нас так вот, кто работает, тот получает зарплату. Со слов нового директора клуба, в свой первый рабочий день он познакомился с тренерским штабом детской спортивной школы. Ведь нет перспективы в профессиональном спорте, если нет детской секции. По его мнению, в клубе на данный момент занимается мало детей. Сейчас всего один состав, а нужно как минимум два. С первого дня я узнал, что родители платят какие-то оплаты за тренировочный процесс. Я просто это отменил. Сегодня приказ подписал, что с 1 января родители, занимающиеся детской спортивной школой «Адмирал», не платят ни копейки за обучение. Такая мера, по мнению директора хоккейного клуба, может привлечь новых учеников. Стоит отметить, что Алексей Ан всю жизнь тесно связан с профессиональным спортом. Он выпускник Сахалинского государственного университета, имеет звание мастера спорта по тхаквандо. В 2016 году возглавил профессиональный спортивный клуб «Сахалин», в который входили футбольная, хоккейная и волейбольная команды. Здесь структура чуть другая. Есть детская спортивная школа, Ю-18, молодежная команда, Тайфун. И еще будет, если команда КХЛ, честно говоря, работы еще больше прибавится. Пик кризиса, вызванного пандемией коронавируса, завершен. И в связи с необходимостью усиления клуба и повышения эффективности его управления, главой региона были произведены кадровые перестановки. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.